Сергей Гапликов назвал историческим рекордом прошлогодний рост собственных доходов республики на 11 миллиардов рублей. Такую оценку он сделал в рамках сегодняшнего доклада перед депутатами об итогах работы за прошлый год и планах на ближайшую перспективу. Впервые за 7 лет бюджет удалось исполнить со значительным профицитом, а госдолг не просто остановлен, но и снижен. Но, давая отчет сегодня, я с полной ответственностью должен сказать, что в перспективе такой рекорд повторить будет крайне сложно. Это правда. Но это не повод опускать руки. Мы будем делать все от нас зависящее с тем, чтобы, конечно, добиваться более качественных результатов. И на этом фоне у нас значительное увеличение продолжительности жизни населения. 71 год. Это тоже рекордный показатель. Главным вектором работы правительства в преддверии векового юбилея региона останется развитие человеческого капитала. Это и пропаганда здорового образа жизни, модернизация здравоохранения, внедрение высокотехнологичных методов диагностики и расширение экстренной медицинской помощи, включая санитарную авиацию. В прошлом году таким образом было спасено 612 человеческих жизней. Немаловажную роль здесь играет вопрос вирусологии. Поэтому правительством республики ведется работа по корректировке проектно-сметной документации на строительство республиканской инфекционной больницы. В свою очередь, правительство Российской Федерации по нашему обращению строительство указанного объекта включило в адресную инфекционную программу. И в 2018 году выделены средства из федерального бюджета в объеме 200 миллионов рублей на начало строительства. Так что в течение ближайших лет, коллеги, я уверен, что в городе Сыктывкаре появится новый медицинский центр именно по борьбе с инфекционными заболеваниями, оснащенный современными исследовательскими лабораториями и вообще передовым лабораторным оборудованием. Из мер поддержки удалось сохранить возможность использования регионального семейного капитала. Его размер в 150 тысяч рублей значительно выше, чем в других субъектах Северо-Запада. Ликвидирована очередь в детские сады для детей от трех лет, расширенная практика предоставления в стаях выплат на покупку и строительство жилья молодым семьям, а земельные участки отныне будут предоставляться очередникам, исходя в том числе из наличия свободной земли в соседних муниципальных образованиях. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госсовет. Крайне тревожным сигналом глава называл ситуацию в медицине. По его словам, люди абсолютно справедливо выражают недовольство очередями на прием к врачу, качеством питания в больницах и отсутствием ряда бесплатных лекарственных препаратов. Это стимулирует руководство региона на поиск новых решений. Так, с 2017 года в трех поликлиниках внедрены проекты «Вежливая регистратура». В этом году добавится еще пять, а к 2020 году все подобные учреждения будут работать по новой технологии. Сегодня в структуре смертности населения онкологические заболевания практически составляют 18%. Коллеги, это очень много. Это очень серьезная проблема. По мнению ученых, чтобы не допустить роста этого показателя и выйти на устойчивое снижение, нам надо сосредоточиться в первую очередь на профилактике причин, вызывающих рак, и расширении диагностики онкологических заболеваний на ранних их стадиях. У нас уже есть первые результаты. За последние пять лет достигнут самый высокий показатель охвата населения ранней диагностики взывокачественных на образование. Сегодня химиотерапия уже доступна в городах Инте, Усинске, Ухте и Печоре. А еще уже в этом году новые ФАПы появятся в Карткировском, Печорском и два в Прилузском районах. В сфере образования к 2020 году планируется построить восемь новых школ. Причем две из них в Сыктывкарских орбите и Красном Затоне должны быть введены в эксплуатацию уже в этом году. В отрасли соцзащиты впервые в истории ликвидирована очередь на устройства в дома-интернаты. Это стало возможным благодаря созданию 120 дополнительных мест в соционарных организациях. Дорогие друзья, через три года мы с вами подойдем к 100-летнему юбилею нашей республики. И лучшим подарком должны стать улучшенные качества жизни людей, повышение роли региона в экономической, социальной и культурной сфере развития страны. У нас для этого есть не только огромное желание, но и ресурсы природные, человеческие, интеллектуальные, культурные и, конечно же, духовные. Подтверждением этому стал год добрых дел, которые мы достойно провели в 2017 году. Поблагодарил губернатор в ходе доклада и социальных партнеров региона. Тех, кто занимается волонтерством и благотворительностью. Не скрывается, что и в этом году бюджет республики снова станет дефицитным. Сергей Гапликов считает это оправданным, так как расходы пойдут на повышение зарплат бюджетников, обеспечение населения лекарственными средствами и пятый этап – переселение граждан из аварийного жилья. Это, прежде всего, сигнал для руководителей на местах предформировать бюджеты городов и районов как бюджеты развития. Регион возьмет эту работу на контроль и окажет всестороннюю помощь.